Всем привет! Меня зовут Гульнас, и в эфире рубрика о тканях. Многие просили, и поэтому сегодня мы поговорим о трикотаже. В переводе с французского трикотаж означает вязаное полотно. Оно и в самом деле, можно сказать, вяжется на специальном оборудовании. А вообще ткани создаются путем переплетения нитей долевых и поперечных. Трикотаж не исключение. Он имеет как долевую, так и уточную нить. Но переплетение трикотажа особенное, в силу чего он хорошо тянется, то есть эластичен. Состав трикотажа может быть разным. Хлопок, вискоза, шерсть, эластан, синтетические волокна. И у трикотажа есть множество видов, и на некоторые из них мы сегодня посмотрим поближе в большом магазине тканей и фурнитуры Сезон. Сегодня мы пойдем в магазин в Казани, в торговом доме Савинова. Но я уверена, в вашем городе этот магазин тоже есть, поскольку у них целая сеть. Трикотаж масла один из популярных видов трикотажа. Как правило, он имеет синтетический состав. Эта ткань обычно тонкая, играющая, с бреском и холодком. Создается ощущение, словно ткань охлаждает тело. Из нее можно шить платье или кофточку-блузу. Но будьте готовы к тому, что все рельефы и неровности ткань будет выделять. Ну, на случай, если вы хотели бы скрыть что-то. Цена такой ткани 600 рублей. Трикотаж, который называют лапшой. Вязаное трикотажное полотно, эластичное, как, в общем-то, и любой другой трикотаж. Из такой ткани можно шить базовое прямое платье с высокой горловиной, например, в стиле водолазок. Здесь такая ткань представлена в разных цветах. Цена трикотажа лапша 1190 рублей. Футер. Название этот вид трикотажа получил благодаря технологии футерования. Это технология особого плетения ткани. Когда в нить основы по изнанке ввязываются дополнительные нити, которые образуют мягкие ворсинки и начес с внутренней стороны ткани. А с лица футер гладкий и ровный. Поэтому часто из футера шьют изделия на более холодные сезоны. Этот футер на 40% состоит из хлопка и на 60% из полиэстера. С лицевой стороны мы видим косички, а с изнанки дополнительные вплетенные нити. Мягкая теплая ткань. Цена такого футера 1495 рублей. А вот футер поплотнее. На флисе. Отличная ткань для зимнего костюма или просто теплой толстовки. 50% хлопка и 50% полиэстера. Цена такого футера 1080 рублей. Трикотаж-стежка. А именно термостежка. Этот трикотаж имеет два слоя, между которыми есть еле заметный наполнитель. Он неплохо сохраняет тепло, и поэтому из нее можно сшить легкий бомбер, толстовку или кардиган на прохладный летний вечер. Гофрированное, иногда говорят плессированное, металлическое полотно. Отлично подойдет для юбки. Металлический блеск один из трендов этого года. Здесь вы найдете другой плессированный блестящий трикотаж, в том числе и с добавлением люрексовой нити. Цена гофрированного трикотажа 1010 рублей. Трикотаж с изящными жемчужными бусинами. Из него получится прекрасное платье или просто кофта. Бусины не приклеены, а хорошо зафиксированы. Этот трикотаж очень похож на хлопковую ткань, которая называется шитье. Состав этой ткани тоже хлопок, ну а поскольку это трикотаж, ткань при этом еще и тянется. Цена такой ткани 765 рублей. Трикотаж с эффектом 3D рисунка. Этот эффект создается за счет двуслойности сетки и трикотажа, а также одинакового рисунка по обоим полотнам. Цена такой ткани с большой скидкой 280 рублей. Ну и в заключение посмотрим на лайкру. Это ткань, из которой чаще всего шьют купальники или костюмы для гимнастики. В этом магазине вы найдете огромное количество цветов лайкры. Цена 900 рублей. Еще одна разновидность трикотажа интерлок. Отличается тем, что имеет гладкую и слегка шелковистую поверхность с обеих сторон ткани. Кулирка. Как правило, кулирка изготавливается на основе хлопка, А значит, она гипоаллергенна, экологична, ну и, конечно же, хорошо тянется и не сильно мнется. Именно поэтому из нее часто шьют детскую одежду и даже одежду для новорожденных. Ну и помимо этого футболки, халаты, кофты и даже нижнее белье. Рибана тоже один из видов трикотажа. Отличается тем, что имеет одинаковое лицо и изнанку. И при этом очень хорошо тянется. Поэтому ее часто используют для создания манжет при пошиве изделий из трикотажа. Манжет по рукавам, по низу брюк, а также для обработки горловины. И это все о трикотаже на сегодня. Если у вас есть какие-то пожелания и вы хотите узнать больше о каких-то конкретных тканях, обязательно оставляйте их в комментариях. Я желаю вам успешного и хорошего дня. До встречи. Пока.